Благословим Господа Благословим Господа О всяких жертвах, в ней рассказывается о всяких устройствах, о каких-то левитах, о каких-то именах. В общем, предание старины далекой. То, что прошло. Это не всегда интересно для многих. Но давайте мы посмотрим немного по-другому. Давайте мы посмотрим сквозь призму Нового Завета и увидим какие-то вещи, которые раньше, может быть, мы не замечали. Существует такое понятие дуализм Я не ругаюсь, это такое понятие дуализм И мы можем его представить себе таким образом Свет — тьма, Ветхий Завет — Новый Завет, Дела — благодать Понимаете, да? То есть есть свет и есть тьма И если мы будем внимательно вообще разбираться в этом Если мы будем читать Писание, мы вдруг увидим, что не всё так-то дуалистично в этом мире Потому что на самом-то деле тьма — это не противополение свету На самом деле тьма — это просто отсутствие света И когда есть свет, нет тьмы Поэтому Ишуа говорит, что в моём свете вы видите свет Давайте посмотрим дальше Ветхий и Новый Завет На самом деле мы делим Ветхий и Новый Завет Но на самом деле это одна книга Это Библия, это Тувим Хакудеш, Священное Писание Это как дом, фундамент, стены, крыша — одно целое Заберите фундамент, я посмотрю на ваш дом Или уберите крышу и поживите в этом здании Писание — оно целостное Поэтому вот это понятие дуализма, знаете, оно иногда разваливается Когда мы начинаем смотреть на вещи через Писание И ещё существует такое, знаете, вот Ветхий Завет — это что? Это жертвы А Новый Завет — это благодать Вот понимаете, вот это было когда-то Жертвы, а сейчас благодать Сейчас просто благодать А тогда жертвы Нам хорошо, нам не надо жертвы приносить А тогда плохо, потому что жертвы надо было приносить Но посмотрите Знаете, наше вообще представление о жертвах Потому что недельная глава ЦАВ Она конкретно касается жертв Жертв, которые Бог заповедовал Израилю приносить И мы посмотрим, что такое жертва для нас Давайте В нашем понимании жертва — это что? Это откуп от наказания Я сделал что-то плохое, прихожу к Богу Вот тебе Бог твоё, а ты меня не наказывай за это Ну, в принципе, так мне объясняли многие люди Вот так А сейчас не надо приносить жертву Сейчас я просто гадость сделала Сказала, Боже, прости меня, и всё хорошо Благодать, прекрасно Ну, смотрите, очень интересно Что есть ещё другое понимание жертвы И это, к сожалению, это тоже присутствует у нас Я приношу к Богу что-то и говорю Боженька, вот тебе твоё, а ты меня за это сдай, что мне не надо Вот десятину я тебе принёс, а ты меня должен, обязан благословить Ну, я же тебя купил Я тебя купил, Господь, это моя жертва Послушайте, всё на самом деле очень интересно Неправильное понимание жертвы приводит нас к неправильным поступкам и к неправильным вещам То, что было вчера, оно есть сегодня Просто оно немножко изменилось Понимаете? То есть жертву нам не надо приносить Ешуа совершенная жертва Но принцип, принцип заложенным Богом в жертвоприношение остаются неизменными Итак, посмотрите, что же такое жертва Я вам хочу сказать, что жертва это благодать Вы можете со мной поспорить, как же так А я вам скажу очень просто Представьте себе картину Вы согрешили И вы достойны смерти Всё Конец комментария Торы Нет, Господь говорит Я хочу, чтобы ты жил И ты должен сделать вот это, это и это И тогда ты будешь жив И жертва была дана как благодать для тех времен, чтобы народ Божий не умер Чтобы через эту жертву, да Он приближался к Господу Потому что само слово жертва, карбан Оно как бы и заключается в приближении Как бы то, что связывает, взаимосвязь Латинское слово религия Ну так Для тех, кто Да И вот посмотрите Что происходит дальше Давайте посмотрим следующий момент Что То есть Жертва это как роль запятой Казнить нельзя помиловать, да И вот эта жертва Казнить нельзя запятая Помиловать Понимаете, да Бог захотел нам дать милость Явил нам милость И Чтобы принести жертву Нужна вера Без веры Жертва не является жертвой Послание к евреям говорит А без веры Богу Нельзя угодить Ибо всякий приближающийся Господу Должен веровать, что Он есть И потом написано, что Верою Авель принес жертву Да Угодную Как-то странно получается Мы все привыкаем, что жертва это дела Что это не то Но на самом-то деле Можно многому научиться в этом Итак Давайте посмотрим следующее И очень важное Что такое жертва Все ли может быть жертвой Все ли мы можем назвать жертвой Все ли является, что мы представляем себе жертвой Нет Бог называет жертву жертвой Он говорит Вот это жертва А ты приходишь и говоришь Ну нет, ну вот Господи Вот это возьми Вот это жертва Он говорит, нет Жертва то, что я называю И он говорит Возьми ягненка Возьми козленка Приди к священнику Исповедуй свой грех В основном Они сами его и убивали Потом эта кровь шла Брали эту кровь Несли на жертвенник Крапили, не поливали ее Просто крапили Человек брал эту жертву Приходил домой Что делал с ней? Он ее кушал То есть шел целый цикл такой Знаете, как вот покаяние Что такое? Метаноя То есть я осознаю грех Я исповедую грех И больше не грешу Вы замечаете какой-то похожесть В этом, да? Есть нечто похожее И Первая жертва То есть там много есть Там есть пять видов жертв В этой главе ЦАФ Но я хочу просто Немножко коснуться Так как времени у нас Не так много Первой жертвы И это жертва И это жертва ОА Вообще-то дал мне бреду времени Поэтому могу вам сказать Что жертву будете разбирать дома К сожалению Итак Ну хорошо Я вам скажу просто Жертва ОА Это не жертва за грех Это жертва Которую не заповедовал Господь Именно вот знаешь Сделал плохо Принеси Это жертва Наших отношений с Богом Если я хочу угодить Богу Если я хочу приблизиться к Нему Если я что-то делал Я не знал чего Но мне хочется быть с Ним В близких отношениях Я приношу эту жертву И эта жертва Единственная Которая сгорала Полностью Она сгорала На жертвеннике Это знаете Как Вот эти отношения Которые нельзя уже там Поломать Пощупать Они есть Или их нету И огонь на жертвеннике Не газ И Шула говорит Что Помните Павел пишет Духом пламенейте Господу служите И потом он говорит Что мы Придайте себя В жертву угодную Совершенную Да Он говорит Итак умоляю вас Братья Милосердием Божьим Придайте тела ваши В жертву Живую Святую Благоугодную Богу Это и есть жертва Ола Наша жизнь Наше служение Ему Наше посвящение Ему Это то Чем мы можем научиться Из этой головы ЦАП В ней можно найти Очень много Интересных вещей Я вам советую Читайте Тору Изучайте ее Смотрите Что говорит Новый Завет Потому что Знаете То что было То и будет И нету ничего нового Под небом Есть Вечный Бог Есть Слово Божие Есть Дух Святой Есть Община Божия И мы все друг другу Братья и сестры Давайте мы помолимся Кратенько И завершим комментарий Отец Мы просим Тебя Во имя Ишуа Чтобы Ты Благословил нас Боже Чтобы наши жизни Стали жертвой Угодной Тебе Боже Чтобы мы делали И исполняли Волю Твою Чтобы во всем Господь Мы находили Тебя Боже И мы воздавали Тебе Честь и славу Чтобы люди Видя нашу жизнь Они просто Были Захвачены Тобой Чтобы жизни Других людей Жизнь Израиля Еврейского народа Была изменена Через служение Наших братьев и сестер В общине Орхамашиев Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok